МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сын до смерти избил отца за просьбу сделать музыку потише. Возбуждено уголовное дело. Происшествие в ночь на 10 мая. По версии следствия, 27-летний мужчина жестко избил 51-летнего отца после замечания. Пострадавший скончался на месте преступления. Тело обнаружили в квартире дома на 8-й электровозной улице. В настоящее время следователям проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, которые позволили предъявить обвинение молодому человеку в совершении умышленного убийства своего отца и избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на 2 месяца, то есть на время расследования уголовного дела. В Омскую область прибыли глава МЧС России Александр Куренков и федеральный министр строительства ЖКХ Ирек Файзуллин. Вместе с губернатором региона Виталием Хаценко делегация направилась в Усть-Ишимский район. Здесь продолжает пребывать Иртыш. Заехать, посмотреть подстанцию. Это основная подстанция, 110-ка, которая питает и райцентр, и весь район. Посмотрим, как идет укрепление. Там у нас, как докладывал Владислав Викторович, 8 человек дежурит, мы кормим, мы кормим людей. Проблато точно. Зайдем в ПОР, с людьми пообщаемся. Создали порядка 2000 мест, ну, кунсток временного размещения. Из опасных зон эвакуировано около 2000 человек, из них почти 700 детей. Пункты временного размещения в Теврийском, Знаменском, Тарском, Большереченском районах и в Омске. Федеральные министры пообщались с жителями села Усть-Ишим, которая пострадала больше всего. Мы все купили, мы все сюда завезли, все уже мы приготовились. Пострадавшим от паводка и волонтерам помогают неравнодушные жители региона. В пункты временного размещения доставляют гуманитарную помощь. Встретили гуманитарный конвой, в котором находятся вещи первой необходимости, продукты питания. Это все то, что сейчас необходимо нашим жителям, которые эвакуируются у нас в соседние районы, в пункты временного размещения. Эвакуация продолжается. Не все сельчане покинули свои дома. Кого-то вывозят на лодках, некоторых успевают на машине, пока вода не затопила дороги. Приходится все население выселять и целыми днями на рогах перевозят людей, детей. Хорошо, что здесь поливают кухню, что кормят, что на обед уже не надо ездить. Спасают не только людей, но и домашних животных. Например, 15 мая с затопленного двора вывезли стадо коров. Они стоят на насыпи, на ограждении вокруг ДРСУ. На мешках стоят 8 голов. С обеих сторон дамбу порвало. С той стороны вода, с этой стороны вода. И корова вот эта красная плавает вдоль насыпи. Спасаем с одного личного подсобного хозяйства 8 голов. Масштабы государства, может быть, это не огромное количество. И, казалось бы, вот такие силы задействованы. Но масштабы любого личного подсобного хозяйства, каждая живая душа, будь то это кошка или собачка, либо вот такое стадо коров, это очень важно. Потому что сегодня наша задача сохранить все, что имеют люди. Аэромобильная группировка МЧС круглосуточно укрепляет защитную насыпь. Особое внимание зоне близ электроподстанции. Допустить затопление нельзя, иначе без электричества останется весь район. На местах работает около 500 спасателей и 150 единиц спецтехники. Бороться с последствиями паводка помогают и волонтеры. Утром в 9 встаем, сюда бежим, пару часиков до дома и опять до 10 вечера мы здесь. Напомним, в опасных зонах действует режим чрезвычайной ситуации. Только в Усть-Ишимском районе затоплено 5 дорог, 795 приусадебных участков, 512 домов. Есть пустые дома, поэтому ни в коем случае не допустить фактов мародерства и краж. На сегодняшний день работаем на то, что мы сказали. Полиция обязательно дежурит на всех перемывах и осуществляет патрулирование. За обстановкой в Усть-Ишимском районе наблюдают не только в Умске, но и по всей России. Сюда приезжают профильные чиновники, спасатели, депутаты, волонтеры, общественные активисты и журналисты. Совещание каждый день. Последнее провели и глава МЧС России Александр Куренков и федеральный министр строительства ЖКХ Рекфайзулин. Они определили главную задачу — помочь людям. Особое внимание — контролю за обеспечением медикаментами, питьевой водой, продовольствием, предметами первой необходимости. За ситуации с экзаменами в школах, за организации работы по оценке последствий. Только слаженные и оперативные действия могут помочь пострадавшим. Начальником УМВД России по Омской области назначен Вадим Болотов. 15 мая министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя. Он уже работал на данном посту, но в качестве исполняющего обязанностей. Ранее Вадим Болотов был замминистра внутренних дел в Республике Алтай. Служить в органах начал в 1994 году. Больше всего работал в отделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Отметим, на видеоконференции министр Владимир Колокольцев также обозначил ключевые направления работы правоохранителей. Так, особое значение стоит уделять сигналам, которые поступают от граждан через СМИ и социальные сети. Важно и дальше последовательно повышать эффективность принимаемых мер, начиная с грамотных действий следственной оперативной группы на месте происшествия, заканчивая направлением уголовного дела в суд. На каждом этапе нужно обеспечивать должный контроль, своевременно вносить коррективы в организацию деятельности подчиненных, задействовать возможности всех профильных подразделений. На улице Новостройка жильцы отмечают почти юбилей дома номер 25. Исполнится 83 года. Стены рушатся на глазах. За этой стеной квартира номер 8. Здесь живет женщина с инвалидностью. Попасть внутрь проблематично. А мечи опасаются обрушения именно этой квартиры. Уже три года там осыпаются стены. Всего в доме 12 квартир. Тут и дети, и пенсионеры, и семьи с домашними питомцами. На втором этаже живет Людмила Алексеевна. Когда на крыше начал таять снег, в ее квартире оболилось потолочное покрытие. От мусора, воды и грязи спасает только натяжной потолок. Здесь вот каждую весну и осень, когда дожди начинаются, тут льется все. Еще рушится начало. Вот самое страшное. Думаю, вот это прорвется. Там газ стоит, там счетчик на газовый. Думаю, рухнет. Не дай бог газ, трубу поранит и все. В соседнем подъезде живет Андрей Петрович. Здесь из-за протекающей крыши замыкает проводка. Пробки регулярно выбивает. Да вот на чем мы только наставим сюда, да еще банки. Прямо вот сюда льет, вон караул. Вон он все облезло. Дом официально признали аварийным семь лет назад. Износ здания 73%. По закону, мэрия обязана переселить собственников в новые комфортные квартиры. Но этого не произошло до сих пор. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В целях защиты прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления принять меры к незамедлительному расселению жильцов данного дома. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении. Местные жители готовы упаковать чемоданы хоть завтра. Жизнь в постоянном страхе надоела. Если суд удовлетворит иск прокуратуры, то администрация будет обязана переселить собственников в кратчайшие сроки. Офис вместо сквера. Зеленую зону на Красном пути могут отдать под застройку. Речь об участке между жилым домом номер 69 и офисным центром. Сейчас территория относится к рекреационной зоне, поэтому возводить объекты здесь нельзя. В мэрии намерены изменить статус части сквера на общественно-деловой и отдать под застройку. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии. Общественные обсуждения завершатся 23 мая. Тогда будет вынесено окончательное решение. Отметим, подобная ситуация в Омске не впервые. На улице Куйбышева, например, вместо сквера построят двухэтажное офисное здание. Как и на Красном пути, земля там принадлежит частному лицу. Почти 800 миллионов рублей. Столько потратят на ремонт дорог в Омске. Деньги из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 70 миллионов на улицу Гусарова. Здесь уже заменили 15 тысяч квадратных метров асфальта и уложили плитку на 5 тысячах квадратов. Здесь в данный момент работает подрядчик «Сипдор». Выполняет работы по монтажу бордюрного камня, то есть переустройство покрытия дорожного. На сегодняшний день они выполнили, получается, выравнивающий слой, уложили покрытие и укладывают бордюрный камень. Также тротуары. К работе подрядчик приступил еще в прошлом году. Завершить должен до 1 августа. Некоторые дороги отремонтируют раньше срока. Например, на Красном пути. Верхний слой асфальта от улицы Фрунзе до проспекта Мира заменят до 15 июня. Мы производим ремонт городских дорог улицы Гусарова от интернациональной до 5-й армии. В процессе работ будет произведено замена покрытия примерно 15 тысяч квадратных метров. Покрытие парковок и проездов будет примерно 3 тысячи квадратных метров. Обновят дороги не только центрального округа. В планах Заозерное, Третье Северное, Омское, Жуково, Третий разъезд. Здесь уже ремонтируют асфальтовое покрытие и тротуары. Планируем закончить. У нас контракт до 1 августа. Я думаю, до 20 июля мы закончим. Контролирует наших суподрядчиков, как они работают. Есть какие-то замечания, мы устраняем. Заказчик у нас тоже здесь проверяет нас. Большую часть работы проводят по ночам и в выходные дни. Это позволяет избежать пробок. В Омской области стартует монетная неделя. Омичи смогут бесплатно обменять мелочи либо на купюры, либо на памятные монеты номиналом 10 и 25 рублей, либо пополнить свой счет в банке. Цель всероссийской акции от центра банка – вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот. В прошлом году за время монетной недели Омичи обменяли 770 тысяч монет на общую сумму более 2 миллионов рублей. В акции приняли участие почти 1400 человек и более 50 отделений банков. Чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В этом году акция пройдет с 20 мая по 2 июня. Обмен идет без комиссии. Конкретные адреса отделений, которые участвуют в акции, вы сможете узнать на официальном сайте акции. Напомним, этой весной Центробанк оставил без изменений ключевую ставку на уровне 16%. На это повлияла инфляция. Внутренний спрос продолжает опережать возможности производства. О том, как это скажется на Омичах и местных предприятиях, поговорили с управляющим отделением Омск Банка России Владимиром Антиповым. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Куар-код на экране.